наташа скажи нам скажи нам как вообще с днем рождения как вот ну хорошо вот значит наташа это мать того максима который произвел такой фурор некоторые говорили что это мой сын которые смотрели со второй серии но у него официально да есть там папа тоже есть у мальчика что же так вот но давай давай это наш родной язык его родной язык английский но будем работать пока сергей не открыл бутылочку я подойду туда сергей значит из вашего волшебного ящичка покажите волшебный ящичек откуда у нас я не помню я тоже кто-то 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 когда-то подарил или кто-то забыл не не подарили давайте так очень что мне кто-то подарил набор молодого бойца давайте вина любителя вина черпи я так значит смотрите что делает что делает человек захватил захватил вверх его раз вошло в пробку обратно его раз ушла пробка друзья с мыслями о фейсбуке понимаете с мыслями о фейсбуке вот эта водочка я почему-то сказал что я купил водочку наше это не наше это не мир и турменский коньячок нам подарили из туркмении мы пробовали его коньячок был очень-очень достойный туркмении привет вот а как же так и не знаю мы хотим выпить давайте выпьем ура я тоже тянусь тянусь за меня чокаются друзья я с вами я на камере может показаться что тут водки целый стопарь но водка градусов на на 18 или 20 так она чисто символическая продать вздрогнули сейчас еще поедим чисто символически хорошо тип типа лимонад друзья я подумал ну как как скроешь светлый образ от нашего зрителя поэтому анна леонидовна нас на камере а я хочу вам показать как этот горшочек вот у нас немножко водочки лимонад натуральный лимонад даже после него ленованные грибочки маринованные грибочки не удобно даже говорить друзья мысленно с вами даже не занюхивают просто лимонад чистый лимонад только ради джанны кстати так мысль тоже но очень-очень-очень приготовлено я не об этом я про лимонад я закончу я хочу сказать на без жаркое хорошее значит ничего детства грибочки сейчас под этим удобными жаном еще какие не должна бросить тоже чем занимаешься и открыть бизнес по грибочкам грибы тебе пришлют грибы тебе пришлют из-за извинницы у нас я извините пришлют грибы так если что там с дальнего востока то что рядом ребятам малинировать грибы мариную по маминам рецепт а что закрепить так не замаринует как как наша жанна по маминам рецепт хочу сказать что советское время вот наталья не доставать она хоть помоложе конечно была такая книга называлась книга вкусно и здорово и у меня это книга была там и такие картинки где там и есть где атака это бывает 50-х годов и и передавали от матери у детям и вот тогда продуктов не было а сейчас вам и продукты и рецепты в интернете только деньги нужны в общем когда-то когда на картинке на картинке очень любила так сидеть покорядки работали значит я что хочу сказать мы являемся первым поколением вы уже там пустота положено второе там третье поколение людей которые выросли в условиях когда нужно было приспосабливаться не к тому что еды нет как наши родители там дедушки и бабушки а как того что или слишком много нас перекармливали вот эти люди особенно знать после войны те кто войну пережил хотели живутся щечками были такими вот и говорили когда говорили пока тощий нет пока солнце и сохнет тощий сдохнет вот вот мы такие а мы все как говорил жанна ты такая куда может и больная расскажи про эту родственницу которая в президиуме сидела она она любила заседать она была в райкоме партии членом райкома партии и как-то у нас собрались гости и моя сотрудница и говорит роза ефимовна вы так хорошо выглядите на что она ответила голубушка ну что вы вы бы видели меня сидеть в президиуме это очаровать у нее еще и принадлежат несколько первых давай когда мы приехали сюда в америку и через каких-то полугода мы жили я всю жизнь прожила со сверху я героиня уже только потому что всю жизнь вы жила со сверху это святая женщина что в киеве что в америке вот и мы решили установить пришло время установить кабельное телевидение мы назначили там встречу с мастером но мы куда-то вышли мы пришли к назначенному времени а он пришел пораньше дома была только моя свекровь которая оценила ситуацию так мы столкнулись уже в дверях с этим мастером чернявенький черненький негр очень такой молодой боевой на что моя свекровь мы спрашиваем ну как же он справился как вы ему объяснили что надо ли ты понимаешь все было бы хорошо но я не говорю по-английски а он как назло ну ни слова по-русски это был шедевр который вспоминает 85 что еще она делала она делала много всего она находила кстати знакомилась вниз не знаю ни одного слова по-английски как мама и она заводила себе миллион подружек она приходила за своим внуком моим сыном в школу и пока она его ждала уже все бабушки все нянечки все мамы и папы были ее подружками вот партийная закалка да именно так браком турник арду возьму друзья я вам говорил что градусов совершенно никаких нету так только одно название что не миров вот там 21 процент градус этим вам видно или не видно мне тем более не видно но без очков я в общем рекомендую друзья если кто где встретит вот эту клюквенную рекомендую ну что друзья мы переложим переложим чем бог послал клубника жанна это клубника уже этого года или она откуда-то из австралии я думаю что этого года потому что написано что-то пасифик наша я не знаю наша пасифика друзья я сегодня не буду потому что вот кто-то говорит я не буду бананы они как бы спитатель да да друзья у жанны растет все что растет в калифорнии растет у жанны на участке в лучшем смысле этого слова и некоторые вещи в единственном которые не растут в калифорнии например красная смородина да ты что черная смородина шиповник кизил да ты что где в делу где брали муж где-то так понимаю в тумбочке а что вы с кизилом на стоечку не очень долго не плодоносил вообще а потом вдруг появились плоды вниз в него и я даже сварила варенье она была настолько вкусно изумительная так но и я все так ждала на прошлом году было наверное 10 ягод друзья если кто-то думает что привезти друзьям в калифорнию привезите им куст кизила дерево это дерево дерево не найдете привезите дерево да так смородина смородина красная по речка . послушайте в россии так не говорят это чисто украинская по речка это красная смородина еще и белая тоже и вот это вот то что называется здесь blackberry как это ежевика ежевика вот у нас растет как шелковица немножко другое ежевика на воде и и много вот у меня она растет но плодоносит или так вот она плодоносит камень я пошел помидорчики у тебя как ой помидорчики да 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 удается а вы же я сняюсь удобряйте добряйте удобряем только органик и только куриным пометом то есть не то что у вас там стоит туалет не думали в одессе стоит мужик на на привозе и у нее резиновый мешок и он из него продает навес дерьмо ему говорят чувак это что ты стоишь тут у всех свое есть что ты принес на рынок он это вот не скажите может быть кому-то дать анализ у меня хороший ужас но жара а у вас что на бакьярде получается куриным пометом значит вы мечете морковь веклам щавель лук чеснок редис чеснок крупный выходит вырастает ну такой какой-то не знаю вы его едите нет мы его едим но мы покупаем конечно это просто ему нравится процесс и все сорвать и свалить петрушки и кинзер на заросли вот куда мне я хочу сказать вам у нас в родовом коллективе многое из того жанна перечислила мы не видели мы дали только с деревьев с деревьев помидорчики бывали яблоня и яблоня и вишня и абрикос и авокадо а в киеве у вас не было нигде участка в киеве у нас после чернобыля мы купили дом в деревне в полтавской области где якобы не было чисто с точки зрения раз там росло так хорошо как нам сказали вот дом домом а вот земли к нему отсюда и до горизонта но что мой муж сказал не надо и ограничился 18 часов много не стал брать боже мой я ломала спину этом огороде с картошкой с какими-то овощами пока не приехал сосед сказал are you crazy сказал он по украински по украински сказал are you crazy кто же сам это выращивает лишь привози водку и мы поедем мы поехали на бахчу набрали полный багажник дынь и арбузов мы поехали там в овощное хозяйство мы приехали с количеством ящиков помидоров хищение социалистической собственности это было полное хищение полном смысле слова а все там все пьяны от 12 и до смерти все были пьяны так но все-таки кто-то на своем участке тоже выращивала а как же вот этот знаменитый украинский куркуль которого так не любили большевики не шагури 10 день и ночь работает они вкусно а земля там была там был чернозем как масло сливочное вот во время войны чернозем возил вагонами именно оттуда и вывозили из полтавского из полтавской черкасской областей потому что там он был настолько жирный что там вот картошку не взял она любит песок например то есть она гнила вот в этом вот наша там на черноземе там хлеб все злаки какие только возможно злачное место злачное место да и каждый год там устраивали праздник урожая и это было поддубный и стоит мы были в деревне мы жили в деревне откуда поддубный красеновка черкасской области вот там мы купили дом моя племянница которая не могла произнести красеневка по украински она приводила так крысеновка не могла произнести ничего-то она красеневка не получалась крысеновка получалось лучше и все население обижалась ужасно но каждый год там были был праздник урожая и там были как бои кулачные турнир имени подобные не случайно да они делали там турнир имени подобного это было без в этой деревне украинцев кулачные бои что делал подобные у него кулачные и в этом турнире было бы действительно приезжают спортсмены приезжали там это был такой праздник потому что колхозы совхозы оплачивали но все пили там пили все независимо от праздника и турнира или круглый год вот но там была беспроигрышная лотерея я помню там было вот на этом турнире было беспроигрыш без проигрыш ты против каких-то там рубль или 50 копеек тебе давали вот эти вот кветочки эти точки все были беспроигрышные то есть лично мы выиграли в один раз это было ужасно 12 живых куриц которые мы не делали и двух баранов двух баранов которых мы по я посла но вы как бы любили советскую власть наверное мы любили советскую власть мой муж очень много работал и там и он в чем-то где-то как-то преуспевал а мне было не очень тяжело жить в том смысле что он был начальником цеха где 200 человек работала никогда не прошло что-то приноси чего-то когда мне надо было я просто говорила у нас воскресенье день рождения правда я знала что все что нужно будет он потому что у кого-то жена работала в гастрономии у кого-то еще еще где-то то есть я просто заказывала что и платила по гос цене и за мясо и за печенку и язык и за всякие разные вещи то есть а из цеха уже вам все приносили ваша строительного не-не-не-не-не-не я платила да по гос цене и никаких его приносили что уважали наверно здесь его тоже так уважают но выносит что-то или так нет не нужно было же мне просто не сильно я будешь работать если он все это выра мой муж начинает рабочий день вы не поверите на то меня заморачивать рабочий день в 3 30 м 3 30 утра что делает на работу едет он инженер механик хороший интересный очень компания на работе 4 5 на работе он к 4 он работая там уже 22 года тьфу 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 и очень хороший инженер или инженер механик когда заканчивает работу заканчивает он на работу где-то к двум он уже заканчивает у него всегда дневной сон это какую-то смену он там трубит это не смена это он так любит это research компания она крошечная там никаких смен нет то есть может работать и выходной день если там он не закончил какой-то тест какого они работают у них это ммр technology они работают на ультра холодными ультра низкими температурами у них девайсы с которые в космосе у них девайсы с которых где-то в ракетном и ядерном оборудовании понял понял сверх низкие температуры сверх низкие температуры там до какого-то там кельвина они доходят он там единственный ну там пьют или что и пьют тоже и очень уважают русскую водочку заказывать друзья получается что могли бы и не уезжать нет но у нас есть огород так любит готовить огород и готовка нет и не только и у него все время есть какие-то проект вот называется project without project мой муж не может жить это ремонт дома у сына или это пристройка к наш это дополнительно вот он без этого не может сегодня кстати вот я хочу сказать я естественно встала его уже не было он на работе но вдруг 8 30 утра он появился с коробками спросил жанна как упаковать тебе это в багажнике понимаешь ушел с работы он официально приехал 8 утра чтобы мне загрузить если можно было по закону таких мужей надо было бы иметь несколько посмотрю какой он хороший рассказать муж купил за 50 долларов вишню посадил ее через месяц она сгнила и мы ее выбросим он решил еще раз пойти купил какое-то еще дерево посадил другое место уже не на солнце в тени за 100 долларов и полезно больно бы он поливал 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 есть такой анекдот собрание собрание в колхозе и представить товарищи колготники упу за прошлом годе мы засеяли 100 гаконоплёй и усё съела тля в прошлом годе мы засеяли 200 гаконоплёй и опять усё съела тля в этом годе мы засеем 500 гаконоплёй пусть подавится так вот а софия остановила мужа так бы он уже за 200 долларов купил не у нас вишня даже чуть-чуть плодоносила но это конечно не калифорнийское растение это вишня или черешня у меня черешня которая вообще не хочет плодоносить кисточка которых вишня растет я и плодоносит она плодоносила но они деревья у них очень у нас были сумасшедшие персики вдруг один прекрасный год дерево жанна объясни мне как птицы относятся к вашим персикам другим простите относятся хорошо но мы вешаем вот на дереве на деревья мы вешаем сиди диски да они от блески у нас висят на деревьях как елочное украшение белки то есть но она блестит я закругала и на ветрова но как покалыш технология пришла на помощь садоводом я такого не видел еще ты уже диски вешай от хороших исполнителей чтобы знаешь да ну что же друзья вот так вот бы тут и живем в калифорнии думая все время чего уехали то и там вроде пили и горбатились и тут вроде то же самое это день и ночь так так софия давайте это я хочу сказать я на работу хотела как на праздник я мы приходили это был научно-исследовательский институт ну кто красился кто пил кофе я так как любила классическую музыку я всегда могла поговорить что прочитала в иностранной литературе в какой спектакль будет в москве какой театр приезжает в одессу куда надо поехать в командировку либо прибалтику либо в москву где можно посмотреть и ну честно говоря так чтобы работать но может быть три месяца когда заканчивался год а у вас там еще в коллективе было пару духа риков которых сейчас все странно знаю давайте кто там первый ну ну этот который не я даже с ними работала в пищепром автоматике этот который с длинной бородой и такой что где когда он самый знаменитый до сих пор не женат и еще один приличный был человек или так что он такой же странный но он был гений он все знал он все помнил у него такая память была но человек приличный был или мог что-нибудь не ну странный конечно он примерно моего возраста он сказал еще не встретил я слушала найдение со всеми его случайно и он сказал что да он бы может быть женился но он еще пока не встретил никого так что у него еще все впереди на так кто-то еще вас там был известно был еще один который передать у меня с головкой плохо стал лишь в нем уволить если еще будешь она спрашивает который он тоже что где когда книжку написал готовить очень любит по русскому телевидению передачи ведет должна позвонить своей подружки он квн щик а друсь нет симка и брезвана он лучший друг так он тут час или там нет он там но он сюда наезжает он живет в одессе и тоже главный персонаж в москве по этим всем гениальным у вас был и весь а у вас был такой сапе что каждый анекдоты какие-то новые раз да нет но у нас был один чудачок она у меня было несколько чудачков один у меня был он сейчас если у нояна здесь он русская просто не смотрит гений обольников лёва такой гений настоящий и его не выпускали из ленинграда и он приехал в одессу из-за границы ну да потому что он был в одессе секретная секретная и он подавал несколько раз и решил что надо скрыться приехал он в одессу и взяли мы его в наш институт не я конечно взяла и он у нас был главой нашей группы он был гений он создавал модели там их кибернетические и вот его человека но если я получала 75 долларов рублей когда начала была техником третьей категории с красным диплом это by the way почему меня взяли на работу потому что когда я полгода искала слушала жанну и я ходила всюду и конечно меня нигде не брали у меня был один родственничек который был начальником отдела и он взял меня за руку привел в отдел кадров там тоже было ставники он сказал вот посмотрите прошу за девочку с красным дипломом не за повара я вас никогда ни о чем не просил возьмите на работу ну и сжалились взяли меня техником самой низкой категории так вот этого несчастного обольникова посылают на помидоры собирать и как вопрос о жанне да а он все не мог понять он все время меня спрашивает софия ну посмотрите а он получал не 75 а 300 это были сумасшедшие деньги потому что он бы таким был гений он говорит неужели им не жалко вот эти деньги платить мне в день чтобы я ездил на поле и чтобы я собирал помидора собирается не мог потому что у него жгала все время была занята его моделирование смотрел на помидоры а собирал черти что да но я знаю что он очень секс я слушал он сейчас в лос-анджелесе кто-то мне рассказывал я так с ним особо не говорила что он очень successful и очень продвинутый и у него там живет очень хорошо так что у меня была такая гениальная группа и я примкнувших ним шапила они были все гении математики поскольку никто не знает истории про примкнувшего шапи шапилова можете примкнувших ним шапира я ставила задачи которые они математически моделирую но я недавно говорила кстати миша смотрите значит если я здесь 26 лет и 18 я там отработал то есть это море и наша первая задача была оптимальный график развозки винодельческой промышленности по москве и московской области когда gps-ом в америке еще не пахло вот эти гений вместе со мной уже сделали но они с учетом интересов не одно понимаете это было очень смешно потому что когда мы приехали на я я так как постановщик задач вот такого роста вот такая маленькая приехала на завод шампанских вин москву пошла в отдел сбыта и рассказываю ему рассказывая он был такой симпатичный толстый мужик он посмотрел на крит слушай меня девочка идем я тебе налью шампанское которое посмотри возьми бумажечку он говорит и напиши мне какие театры ты хочешь пойти и что ты хочешь привести красную корку черную корку и гуляй столько сколько я буду работать я буду развозить продукцию туда куда мне надо не туда куда ты думаешь что это лучшим образом так и получилось заберем уехала пришлось уезжать в основном она разъехалась потом его закрыли а еще у нас был один такой смешняк очень но он был с юмором одесским но но он был очень такой умный и когда кто-то возмущался так он говорил ну товарищи ну чего вы возмущаетесь нам построили у это было шикарное здание новое большое он говорит и мы сюда приходим и мы общаемся и нам еще платят пособие но еще потом прошло много лет я работала лет 10 или 12 у меня подружка одна уехала когда я была 18 лет в австралию я ее все годы не видела и вдруг звонит мне она я узнаю ее голос и говорит привет я у тебя дома и я говорю лялька что она говорит но я тебя подожду до вечера я выхожу говорю подружки которая сидит рядом со мной прикрой меня и уезжаю огнем с работы никому не сказав меня здесь прикрывают но это же было легко она меня увидела не был полный шок и она мне говорит как ты ушла я говорю молча никому ничего не сказала повернулась и ушла но ведь тебя же завтра уволят я не понимала о чем она говорит надо было приехать в америку чтобы понять она говорит как можно просто так стать и тесто конечно света моя когда первый день вышла на работу и и по распределению поставили центральный телеграф но поскольку она припоздилась там из-за ребенка там беременность то сюда она пришла позже и там не было нормальной должности и и послали в цех на время но он приходит в цехе и как но вот те стул будешь сидеть тут она садится на стул и дальше все работают что-то делают она посиделый час и думаю что я сижу то и пошла домой она на завтра его отдел кадров вызывает это что-то ушла агит ну так вроде посидела что делать вот и объясняли что даже если делать не что-то уходить нельзя так главное что прикрыли до мишая наоборот я когда пришла туда работать у меня специальность химическая перед киберметика меня засунули в этом отделы автоматизации винодельческой промышленности я вообще с этим не имела никакого я судорожно начала все изучать и я сидела а у меня был такой хороший начальник иванов я помню его фамилию